Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги «Деяния святых апостолов», и сегодня мы будем читать 27 главу этой книги. Здесь рассказывается о пути в Рим. Когда решено было плыть нам в Италию, вот здесь поислование ведется от лица евангелиста Луки, который был спутником апостола Павла, его сработником, и он как бы ведет дневник путешествия. Вот это путешествие в Рим начинается в 60-м году и заканчивается в 61-м. Путь вел из Малой Азии через острова Крит и Мальту на Путиолы, это близ Неаполя, по римскому обычаю обвиняемый приходил на суд со своими друзьями и сторонниками. Считается, что кроме Луки Павел взял с собой Аристарха. Смотрите, послание к Колосянам 4.10 и послание к Филимону 1.24. Когда решено было плыть нам, пишет Лука, автор этой книги, в Италию, то отдали Павла и некоторых других узников сотнику Августового полка, то есть императорского полка именем Юлию. Мы взошли на Адрамитский корабль и отправились, намереваясь плыть, около Асийских мест. Здесь перечисляются стоянки, между которыми указывается порт прибыли в Миры Ликийские. Для православных христиан это место, связанное с святителем Николаем. Моли Христа Бога, спастись душам нашим. Мы видим, что это место было отмечено прибытием туда и апостола Павла. Это было задолго до рождения святителя Николая. Там сотник нашел Александрийский корабль, плывущий в Италию, и посадил нас на него, тут прямая речь, медленно плавая многие дни, и, едва поравнявшись с Книдом, по причине неблагоприятного нам ветра, мы подплыли к Риту при Салмоне. Пробравшись же с трудом мимо него, прибыли к одному месту, называемому Хорошие пристани, близ которых был город Лосеи. Но как прошло довольно времени, и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел. А какой пост прошел? У иудеев и у первых христиан был один пост, это Иом Кипур или Судный день. В этот день постились все иудеи. Христиане в те времена придерживались всех строгих правил иудаизма, потому что пуповина между церковью и синагогой рвалась достаточно долго. Это мы видим в апостольских посланиях, в книге Деяний. День Иом Кипура — это Судный день. И считалось, что в этот день надо поститься и молиться, потому что на небесах в этот день выносятся Божьи приговоры. Кто в этом году умрет, кто в этом году поправится, кто в этом году будет счастлив, а кто будет несчастлив. Но как прошло довольно времени, и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел, имеется в виду установленный пост, Иом Кипур, то Павел советовал, говоря им, мужи, я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни. Но Сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. А как пристань не была приспособлена к зимовке, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если можно, дойти до Финика, пристани Критской, лежащей против юго-западного и северо-западного ветра, и там перезименовать. Дальше описывается кораблекрушение. «Подул южный ветер, и они, подумав, что уже получили желаемое, отправились и поплыли поблизости Крита». То есть южный ветер, тёплый ветер, их как-то обнадёжил, и они отправляются в путешествие. Но скоро поднялся против него ветер бурный, против него, то есть против южного, значит, северный ветер, называемый «Эвроклидон». «Эвроклидон» — буквально вздымающий широкие волны. Нам больше известно название «Сильный норд-ост», так называется этот ветер, вздымающие бурные волны. «Корабль схватило так, то есть со всех сторон, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам, и набежав на один островок, называемый Клавдой, мы едва могли удержать лодку. Подняв её, стали употреблять пособия и обвязывать корабль, боясь же, чтобы не сесть на мель, спустили парус и таким образом носились». Потому что если парус поднят, он может порывными ветрами унести туда, куда течение не унесут. «На другой день по причине сильного обуревания начали выбрасывать груз, а на третий мы своими руками побросали с корабля вещи». А чем груз отличается от вещей? Груз — это то, что корабль перевозил из одного пункта в другой, а вещи, имеется в виду личные вещи тех пассажиров, которые были на этом корабле. Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звёзд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению. Вот эта буря на море, она напоминает состояние современной нам планеты. Гонка вооружения, военные конфликты, политические, экономические, социальные кризисы. Вся наша планета мочится неуверенно в космическом пространстве навстречу собственной гибели. И как мы, христиане, должны чувствовать себя, находясь в одной лодке, со всем гибнущим миром. Вот эта глава, она даёт нам некий ответ. «И как долго не ели, так как всё пришлось выбросить, то Павел, встав посреди них, сказал, мужи, надлежало послушаться меня и не отходить открыто, чем избежали бы сих затруднений и вреда». То есть, если бы этот мир прислушивался бы к голосу Христовой Церкви, то не было бы многих неприятностей, которые доминируют в современном мире. «Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу», он говорит о Христе. «Явился мне в эту ночь и сказал, не бойся, Павел, тебе должно предстать пред Кесаря, и вот Бог даровал тебе всех плавущих с тобой». То есть, Христос, как вестник от Бога Отца, ангел — это вестник, он говорит Павлу, что ради тебя все эти люди сохранятся. Никто из них не погибнет, но корабль будет уничтожен. Апостол Павел здесь говорит, что он служит этому ангелу. Вот ангел с большой буквы. В Апокалипсисе Христос тоже называется ангелом, но не в том смысле, что он ангел, как те сущности, которые называются ангелами, а то, что он является как вестник Павлу, чтобы как-то подбодрить его. По-еврейски ангел Мелахим, то есть вестник. И этим же словом обозначаются люди, которые совершают апостола с какой-то вестью. И Павел говорит далее, посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу. Вот здесь он произносит слова, на которые я часто обращаю ваше внимание. Он не говорит, я верю в Бога, то есть в его существование. Он говорит, я верю в Богу. Вот Бог явился мне, и Бог сказал, что никто не погибнет, только корабль погибнет. Я верю Богу. Вот здесь он называет Богом Христа, которого выше назвал ангелом. Ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано, нам должно быть выброшенными на какой-нибудь остров. Конечно, целая пропасть лежит между двумя фразами. Кто-то говорит, я верю в Бога, то есть в его существование. А в Писании сказано, и бесы веруют и трепещут. А кто-то говорит, я верю Богу, то есть я доверяю Богу. И вот такое доверие к Богу имел Павел. В 14-ю ночь, как мы носимо были в Адриатическом море, около полуночи корабельщики стали догадываться, что приближается какая-то земля. Вот здесь корабельщики принимают решение бежать с корабля. Но сделать это так, чтобы пассажиры не заметили. Но на них обратили внимание, и им не дали возможность убежать с корабля. воины отсекли веревки у лодки, и она упала. В этой лодке как раз хотели корабельщики убежать. А Павел это почувствовал, он сотнику сказал об этом. Перед наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, то есть ту немного, которая осталась, говоря, сегодня 14-й день, как вы в ожидании остаетесь без пищи, не вкушая ничего, а не экономили. А может быть, кто-то держал пост. Потому прошу вас принять пищу, это послужит сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы. Вот действительно, не стоит город без святого, или село без праведника, и не погибнут люди на корабле, если среди них есть хотя бы один святой. Корабль может погибнуть, ради одного святого жизнь людей сохранится. Сказав это и взяв хлеб, то есть он показывает пример, что надо доесть последнее, потому что избавление близко. Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога перед всеми и разломив начал есть. Он произносит баруха, это молитва на преломление, на вкушение хлеба. Тогда все ободрились и также приняли пищу. Было же всех нас на корабле 276 душ. Насытив жизнь пищей, стали облегчать корабль, выкидывая пшеницу в море. То есть немного, что осталось, выбрасывают. «Когда настал день, земли не узнавали, то есть не видели, а усмотрели только некоторый залив, имеющий отлоги берег, которому и решились, если можно пристать с кораблем». То есть бухта удобная, не распознавалась. «И подняв якорь, пошли по морю, и развязав рули, и подняв малый парус по ветру, держали к берегу. Попали на косу, и корабль сел на мель. Нос увяз и остался недвижим, а корма разбивалась сильной волной». Воины согласились было умертвить узников, чтобы кто-нибудь выплав не убежал. Они обязаны были или довести их до места, или умертвить по дороге. «Но сотник, желая спасти Павла», он же убедился в том, что это необычный человек, что ради него они сохранили свои жизни, ибо все, что говорит Павел, исполняется. «Но сотник, желая спасти Павла», а воины хотели действовать по инструкции, «удержал их от всего намерения и велел умеющим плавать, первым броситься и выйти на землю. Впрочем же, спасаться кому на досках, а кому на чем-нибудь, от корабля, и таким образом все спаслись на землю». здесь мы видим, что хотя корабль, можно сказать, разваливался у них на глазах, по святости апостола Павла никто не утонул, никто не погиб. Кто умел плавать, сами доплыли до берега, а кто не умел, они держались там за бочки, доски, может быть, делали какие-то плоты, и все добрались до берега. Если люди будут прислушиваться к церкви, церковь не ошибается в своих суждениях, ибо церковь есть столб утверждения истины, как позже запишет апостол Павел в своих посланиях, и только так мир может выжить, но без церкви едва ли он сможет выжить. Но церковь всегда должна быть тем, чем она и должна являться, как в свое время британский писатель Честертон сказал, церковь может вынести либеральный мир, но вот мир не перенесет либеральную церковь. Павел это столб веры, это человек без компромиссов, таким должен быть каждый служитель Христа. Христа.